Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Политический демарш. Алексей Михайлов сейчас мне в СМС-переписке подтвердил, что он не выходил из партии, а напишет заявление о приостановлении членства в партии. Глава Димитровграда Алексей Кашаев решил приостановить свое членство в партии. Ульяновск проблемный. Городская администрация обещала, как только найдутся деньги, с ремонтом дело не станет. Но, как мы видим, 11 месяцев прошло, дело не движется, а значит, скорее всего, денег нет, либо проект до сих пор не разработан. В одном месте рухнуло, в другом просело. Бродвей в кармане. Юные, без преувеличения мастера изобразительного парикмахерского декоративно-прикладного искусства представили свои таланты в фойе Дворца творчества детей и молодежи и провели для всех желающих мастер-классы. Фестиваль талантов призван выявить и поддержать одаренную молодежь. Партийный демарш. Как известно, все болезни от нервов. Но порой ситуация оборачивается таким образом, что от нервов или повышенной эмоциональности, возможно, звучат и некоторые высказывания. Глава Димитровграда Алексей Кашаев в своем городе оказался в меньшинстве. По итогам выборов в городскую думу из 30 имеющихся мандатов 26 отошло КПРФ, 1 – либерал-демократам и 3 – единороссам. Кресло спикера городской думы единогласно досталось представителю партии димитровградского большинства. Алексей Кашаев на первом заседании пожелал новоизбранным депутатам плодотворной работы, после чего обмолвился о том, что собирается приостановить свое членство в партии «Единая Россия». На первое заседание Димитровградской думы третьего созыва явились все 30 народных избранников. Напомним, по итогам голосования 9 сентября 26 депутатских мандатов в ближайшие 5 лет будут находиться в руках приверженцев КПРФ, 3 мандата УЕР и 1 УЛДПР. Самое яркое и для многих довольно ожидаемое заявление прозвучало в начале заседания. Глава Димитровграда заявил о сложении полномочий и приостановлении членства в партии «Единая Россия». Я приостановлю членство в партии «Единая Россия». Для чего я это сделал? Я считаю, что органы исполнительной власти не должны стоять ни в каких политических партиях. Поэтому, если человек занимает какую-то должность в политическую партию, понятно, что будет предпочтение отдавать какой-то из них. Такие шаги сделали высокопоставленные чиновники нашей Российской Федерации. Тоже сделал и президент, когда он был избран. Такую позицию принял тот же Бабич Михаил Викторович, когда стал полпредом. Я слышал, что эти чиновники гораздо высоко, чем я. Но я считаю, что глава города, как орган исполнительной власти, должен находиться вне политики. Кстати, по имеющейся у нас информации, никаких письменных заявлений по поводу приостановления членства Кашаева в партии в региональное отделение ЕР на момент выхода сюжета в эфир не поступало. А тем временем в Димитровградской думе избрали председателя, им стал Александр Ерышев, и двух руководителей профильных комитетов. Финансово-экономический возглавил Игорь Куденко, по социальной политике Сергей Степаненко. Все трое – представители КПРФ. Однако далеко не все присутствующие в зале жители Димитровграда разделили оптимизм народных избранников. Во время своих обращений к новоиспеченным депутатам представители общественных организаций не только поздравляли со вступлением в должности, но и обращали внимание на некоторые довольно остро стоящие вопросы. Земля для многодетных, развитие дворового спорта, благоустройство дворовых территорий. Получаю письмо от администрации 3 сентября о том, что на ваше обращение в Комитет по жилищному куману на обховом пляжу по вопросу восстановления тротуара на детской площадке сообщаем, что силами МКУ городские дороги, тротуарная плитка от овощного ларька до дома проспекта обстроителей уложена. Куденко Игорь Васильевич, исполнитель. Ну как это? А ее нет. Интересовали рядовых димитровградцев также вопросы экологии, работы с отходами и борьба с раздутым чиновничьим аппаратом, о котором говорил в начале заседания председатель Думы Александр Ерышев. А как же вот вновь избранная замглавы администрации Шишкина, если правильно я правильно, на нее жилье, зарплату ее, как вообще-то? Это не сокращение вообще-то? Сокращение на чиновник мы будем. Что на Шишкина? На расходы будут увеличиваться. В этот же день было принято решение о проведении внеочередного заседания, на котором одним из рассматриваемых вопросов была корректировка бюджета. Пусть они поработают, чтобы люди потом в будущем знали, где ставить галочку, за кого ее ставить, и не хвалили, что мы не ходили на выборы и все прочее. Пока, судя по тем кандидатурам, которые были представлены, ну, это не профессионалы, которые до этого заседали. Может быть, со временем они наберутся опыта, но это опять слово «со временем», а нам-то жить. Наталья Васильева, Виталий Немов. Специально для репортера 73 из Димитровграда. Главное определиться, к умным или красивым. Выход из партии не является какой-то сложнейшей сверхзадачей. Как говорится, достаточно одной таблетки. В данном случае заявление, после рассмотрения которого, будьте любезны, партбилет на стол, а дальше развивайте свою карьеру в том направлении, какое вам больше нравится. Если какая-то другая партия готова принять в свои ряды нового члена, пожалуйста. Но есть нюанс, приостановление членства в партии еще не означает выход из нее. Необходимо заострить внимание на том, что Алексей Кашаев принял решение именно приостановить членство в партии, а не выйти из политического объединения, о чем уже поползли слухи. Насколько я знаю, сейчас нет никакого официального заявления ни о выходе из членов партии, ни о приостановлении членства в партии. Алексей Михайлович сейчас мне в СМС-переписке подтвердил, что он не выходил из партии, а напишет заявление о приостановлении членства в партии. Поэтому ситуация такова, что слова случились раньше дела. То есть никаких еще официальных заявлений нет, он только собирается их написать. Приостановить членство в партии, кстати, можно только в силу вынуждающих обстоятельств. Например, если человек переходит на должность, которая несовместима с партийной работой. Второй вариант – возбуждение уголовного дела, на период которого приостановление членства лишает человека возможности использовать партийный ресурс для того, чтобы склонить чашу весов Фемиды в свою сторону. То есть других оснований нет. И стать, извините за фразу, получленом, используя какую-то попытку политической игры в данной ситуации, мне кажется, не очень правильно. Поэтому у нас сегодня заседание, не поэтому, а у нас сегодня запланировано заседание полицовета вечером. Я думаю, мы в любом случае обсудим и оценку дадим. Оценивать действия однопартийца грозят по всей строгости устава политического объединения. Полицсовет рассмотрит объяснение Алексея Кашаева, а также его заявление, если оно все-таки будет написано. В любом случае, такой поступок оставляет за партией возможность исключить из своих рядов излишне эмоционального товарища. К другим темам. Две проблемные дорожные точки в Ульяновске. Одна – не самая популярная – путь на речной порт. Вторая – с довольно внушительным трафиком – мост в районе поселка Дачный. В одном месте рухнуло, в другом просело. И там, и там нужен ремонт, нужны деньги. От момента ухода части моста в небытие прошел ровно год. Дорожное полотно в направлении на речпорт вообще проседает с завидной регулярностью. Что происходит сегодня в этих точках, узнавал Евгений Луковкин. Ну что это такое? У нас отрезаны мы будем от мира. Вот сейчас у нас вот, все. Вот я иду за ребенком в школу. Как он у меня приедет? Я уже заранее иду за ним, потому что я переживаю. Сейчас вот автобус встанет и будет здесь вот здесь стоять. Как-то вы должны вот это вот обратить внимание, что нужен нам второй мост для грузовых, больших автомобилей, чтобы они объезд делали и не разрушали дорогу. Еще 11 месяцев назад в поселке Дачный произошло обрушение пешеходной части вот этого моста, после чего переправу закрыли для двухстороннего движения, поставив реверсные светофоры и соответствующие знаки. Городская администрация обещала, как только найдутся деньги, с ремонтом дело не станет. Но, как мы видим, 11 месяцев прошло, дело не движется, а значит, скорее всего, денег нет. Либо проект до сих пор не разработан. Выходим с предложением в рамках комиссии перед чрезвычайной ситуацией выделять деньги на работы, необходимо провести обследование данного моста, потому что закладные тоже обвалились, и принимать решение о возможности восстановления данного участка для прохода тротуаров. Мост надо основательно ремонтировать, но для этого придется его на время закрыть полностью. Планируется обеспечить проезд по временной обездной дороге через другой недостроенный мост, который находится на 100 метров выше по течению. По этому сооружению нашли всю необходимую документацию. Сейчас прорабатывается вопрос подвода к нему подъездных путей. Там надо смонтировать гильзы газа и водопровода, сделать асфальт и перила. То есть сделать его безопасным для движения. Работы хотят выполнить в этом году, в ближайшее время на них будут изысканы средства, сообщили в городадминистрации в конце лета. Другое дело – дорога на речной порт. Работы здесь идут прямо сейчас. Особой активности незаметно, но бытовка стоит, а у подножия склона замечен одинокий рабочий. Дорогу уже ремонтировали летом. Причиной неоднократных проблем с движением грунта и, соответственно, дорогой, называли большегрузы. Дорога была рассчитана на движение как легкового, так и грузового транспорта. Строилась, как говорится, это у нас 80-х, что ли, когда я сейчас не помню точно дату. Но строилась без учета вот того транспорта, который сейчас, на сегодняшний день ходит. Летом вопрос вроде бы решили и закрыли. Сообщалось, что движение грузовиков по ней восстановлено, но... Некоторое время назад в социальных сетях появилась информация о том, что дорога, которая уходит к речному порту с грузовой восьмерки, вновь перекрыта для движения большегрузных автомобилей, а значит, есть перебои у речного порта, откуда возят щебень, песок и другие строительные материалы. Мы приехали на это место и убедились, что дорожное полотно снова, как и несколько лет назад, сползает. Для того, чтобы остановить этот процесс, снизу сейчас возводится бетонное укрепление, после чего будут проводиться работы непосредственно на полотне. Связаться с дирекцией порта нам так и не удалось, несмотря на неоднократные попытки. Однако за все время нашего присутствия в этом месте мимо проехал ровно один грузовик, что привез щебень как раз к месту неспешного ремонта. Понятно, что и мост, и этот участок пути, смыкающийся со стакадой, построенный на оползневом склоне, реконструировать, перестраивать или вовсе сносить, выстроив взамен новый объект, дело не одного месяца. Однако граждане считают, что часто работы в Ульяновске затягиваются на непростительно долгие сроки. Таким образом, в интересах, а главное в силах муниципальной власти, по возможности форсировать ход событий. Не в ущерб качеству, конечно, но... Евгений Луковкин, Леонид Скамарухов, репортер 73. В Ульяновской области введут ответственность за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Законопроект одобрен на очередном заседании правительства региона. Изменения внесут в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях. Документ уже направлен на рассмотрение в региональное ЗАГС-собрание. Поможет ли это побороть хамство водителей, тему продолжит Екатерина Терещенкова. Все время припаркованные машины. Сейчас ДПС стоит, всех здесь не дают вставать. Мы очень довольны, что нам можно встать и пассажиры. Могут сесть. Радость от наведенного порядка на улице Карла Маркса была недолгой. Год спустя остановка общественного транспорта возле Кривого дома вновь занята легковыми авто. Предписывающий знак автовладельцы не воспринимают как запрет. Итог. Маршрутки останавливаются посреди проезжей части, создают затор и высаживают людей прямо на дороге. Выходит, что хамское отношение нарушителей удавалось пресекать лишь штрафными санкциями. Человеческая смекалка и изобретательность порой не имеют границ. Так же, как и людское хамство. Вот один из ярких примеров. Застолбить место возле подъезда сегодня можно и вот таким нехитрым способом. Дерево, цепь, замок. Кстати, нормативного запрета за парковку на газоне нет. Вон сколько машин. Тебе-то нельзя сажать. Погибаю. Штрафы за парковку на газонах отменили еще в 2017-м решением Ульяновского областного суда. Такие санкции противоречили федеральному законодательству. Сегодня, после устранения расхождений, вновь появилась возможность установить административную ответственность за подобную парковку. В настоящее время данный закон рассмотрен на заседании правительства 20-го числа и направлен на законодательство собрания Ульяновской области для рассмотрения установленным законным порядком. Сегодня данный закон был рассмотрен на комитете законодательного собрания и планируется, что 5-го октября он будет рассмотрен на заседании законодательства собрания Ульяновской области. Мы рассчитываем, что данный закон будет принят. От 500 до 1000 рублей для лица физического, для должностного – 3-5 тысяч рублей, для юридического – до 30. Наказание рублем – действенная мера против произвола автолюбителей. Доказано временем. А так и не стоит забывать, что одного запрета недостаточно. Необходимо заняться и развитием инфраструктуры. Катерина Терещенкова, Геннадий Бухтояров, Леонид Скомарохов, репортер 73. 132 водителя не пропустили пешеходов. Сами пешеходы 31 раз нарушили правила дорожного движения. Только за 2 октября сотрудники регионального управления ГИБДД зафиксировали более 10 тысяч различных нарушений ПДД. ГАИ и профилактика. В этом очень важном деле добровольными помощниками инспекторов выступают представители ульяновских ТОСов. Дети соревнуются в мастерстве управления веломобилем. В минувшее воскресенье в спортзале школы номер 32, которая расположена в поселке Мостовая, появился большой письменный стол. За ним разместились 12 юных мостовчан. Все они решились на проверку собственных знаний правил дорожного движения. Причем по очень непростым тестам. Не все у него получилось, но горе к победе, как у настоящего солдата. Молодец. Александр Крамаренко оказал неоценимую помощь в разработке контрольных заданий на знании правил дорожного движения и всячески помогал в проведении столь необычных соревнований. Юные участники поразили его своим отношением к мероприятию. И вот сегодня владелец этого велосипеда, он сейчас тягачем работает, он везет сейчас Максима, вот по-моему и его велосипед. Вот он меня сегодня немножечко удивил и порадовал. Мы заканчиваем задание и наши большие вот эти картинки складываем на скамейку. Они падают и падают, наступаем на них там, все плохо. Ну, в конце концов, все закончилось, все разошлись. И смотрю, он стоит, и у него лицо такое серьезное. Я говорю, ты что, иди. Нет. Чего такое? Если я сейчас ногу уберу, скамейка наклонится, и все ваши картинки снова упадут. Помимо теоретических знаний, всем участникам предстояло продемонстрировать практические навыки управления веломобилем. Так, девятый класс. Здесь двое. Значит, Росомахин по времени был первым, по времени, да? Но итоговый балл у него 0,41. А у Грязнова Никиты, у него итоговый балл 0,34 за счет правил дорожного движения. Все активные участники и победители необычных соревнований на знания правил дорожного движения и мастерства управления веломобилем были удостоены грамот и призов. Высокий образовательный уровень родителей мотивирует детей получать хорошее образование. Это данные из исканий Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Премьер в семье, считают ученые, влияет на будущие отпрысков значительнее, чем академическая успеваемость. Выяснилось, что семья с высоким уровнем образования помогает школьнику выбрать стратегии, позволяющие получить хорошее образование даже при невысокой успеваемости. И наоборот, дети из семей с невысоким образовательным уровнем готовы отказаться от возможностей, которые открывают им текущие образовательные результаты и согласиться на меньшее. Согласны ли жители Ульяновска с тем, что образование родителей влияет на будущее детей? Ответы в традиционной рубрике «Глаз народа». Как образование родителей влияет на будущее детей? Сто процентов, я считаю, что влияет. То есть, если у родителей высшее образование, то какими будут дети? Ну, конечно. Надо добиваться, чтобы не хуже родители были. Чтобы дети были намного лучше родителей. Мы так воспитываем своих. Чем образованы родители, тем образованы будут дети, они помогают. Без образования нет будущего. Я считаю, что школа, наоборот, ухудшает потенциал ребенка. И если мы посмотрим на детей, которые учились в домашних условиях, то, скажем так, они получаются более образованные. То есть, у меня есть знакомый в Москве, который полностью обучили родители. Но в итоге он поступил в Нотангемский университет в Англии. К примеру, он знал три иностранных языка. Он знал, ну, помимо русского, то есть японский, английский и немецкий. Государственная школа тогда отнимается, поэтому, я считаю, нынешнее среднее образование. Это лучше, чем что есть на Западе, к примеру, но нужно полностью структуру менять. От воспитания родителей, от их образования зависит и детское образование. Потому что дети с нас копируют все. От и до. Я думаю, что влияет. Потому что, как-никак, родители дают начальнюю какую-то способность обучаться детям, чтобы и дома, и воспитание, и стремление к чему-либо. Во-первых, дети всегда, как-то, мне кажется, стремятся подражать родителям. Это одно. Если еще и у детей есть мозги, то они должны сами понимать, что без образования, ну, просто никуда. Хотя сейчас очень много говорят, что надо приобрести профессию, профессиональное образование. Но, тем не менее, все равно, ну, даже где-то престижнее иметь, конечно, образование. Знаю, что родители умные, у них речь другая, совсем не понимание другое. Вот из-за этого воспитание другое. Знаете, сейчас такое образование даются детям, но без родителей дети точно не справятся. Поэтому, если родители образованы, если они хорошо знают какие-то предметы, они могут в любом случае помочь своему ребенку. Бродвей в кармане. Фестиваль талантов призван выявить и поддержать одаренную молодежь. Помочь заявить о себе и раскрыть секреты мастерства. 29 творческих номеров и презентаций, 50 докладчиков, дискуссий, обсуждение вопросов, актуальных для молодежи в нашем регионе. Самые разные направления. Вокал, декламация, театральное и цирковое искусство и многое другое. Цель одна. Создать все условия для развития молодых людей, увлеченных творчеством. От 8 лет и старше со всех уголков Ульяновской области. Юные, без преувеличения мастера изобразительного парикмахерского декоративно-прикладного искусства представили свои таланты в фойе Дворца творчества детей и молодежи и провели для всех желающих мастер-классы. Отвлечь сверстников от мира виртуального и показать, как много интересного и полезного можно сделать своими руками в мире реальном. Одна из основных задач фестиваля молодых талантов Бродвей в кармане. Идея фестиваля, рассказывают организаторы, возникла спонтанно на заседании детской общественной палаты с участием представителей молодой гвардии. Мы сначала поговорили с ребятами, а потом у нас был мастер-класс по проекту. И он так неформально, неформатно возник вообще. Просто мы решили сделать такой незатратный проект для подростков. У нас оказывается огромное число талантливых ребят и в муниципалитетах, и в самом городе Ульяновске. Поэтому они охотно подавали заявки для участия в этом проекте. Здесь представлены образовательные учреждения. И непосредственно ребята сами, которые выступают от своего имени лично. Главный компонент фестиваля – его участники. Алсуза Мальдинова – 12-летняя ученица детской школы искусств. Несмотря на юный возраст, призер многих конкурсов, владеет множеством техник изобразительного искусства. И, по мнению педагогов, может о них рассказать. Это работа гуашью. Я ее выполняла примерно месяц, может быть, даже больше. Это гравюра. Здесь геометрический орнамент, а здесь уже более сложные. С птицами, с животными. Было очень трудно даже выбрать, потому что очень многие у меня выступают дети на международных, российских конкурсах. Занимают призовые места. Очень любят рисовать. Им это очень интересно. Ну, вот у нас, как сказать, выбор полна Алсу. Тонкие и воздушные цветы из металла. Сварка, как искусство, любимое занятие учащихся Ульяновского профессионально-педагогического колледжа. Колледж нашим. Занял первое место по сварке. Отправил на регионы нашу. Я тут тоже первое место выбрал. Нас отправили на Комсомольск на море. Мы прилетели. Ну, там я чуть не вошел, мне там чуть не хватило. Я где-то середину нашел. Там надо было войти на отборочную. Чуть-чуть мне не вошел, не получилось. Я привезла своих ребят. Вот они за соседним столиком занимаются ватананкой. А я привезла свою выставку в технике канзаши. Это изделие из ленты. Ну, я думаю, что это очень нужный такой конкурс. И ребят могут заметить где-то что-то. Их могут дальше пригласить, чтобы они там где-то принимали участие. Может быть, даже высокие результаты. Тенденции самые передовые, потому что здесь есть синтезы современного искусства и какие-то сохранения классических традиций. Как сейчас это все будет представлено, мы посмотрим, пообсуждаем. И я думаю, должно быть очень позитивное такое вот общее впечатление. Ярмаркой талантов фестиваль не ограничится. Панельная дискуссия по вопросам создания системы выявления и поддержки талантливой молодежи, сопровождение в образовательных учреждениях и эффективного взаимодействия с властью – деловая часть мероприятия. Несомненно, Бродвей в кармане получит продолжение. Какое, пока что не знают и сами организаторы. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73. Гражданская война между белым и красным – так называется выставка, открывшаяся в музее-мемориале Ленина. Художники и фотографы попытались показать и осмыслить одну из трагедий России как историческое событие без идеологической оценки и подоплеки. Именно таким предстанет конфликт между белыми и красными в их интерпретации. У каждого на этой войне была своя правда. Каждый воевал за свою Россию. Лидеров – белых, красных, зеленых – мы представляем на нашей выставке. И все же центральный персонаж выставки, персонаж даже, не экспонат. Это картина студии «Новая реальность» под руководством Элия Белютина, которая так и называется «Гражданская война». И хотя это произведение было написано в 70-е годы, оно как никогда актуально и современно звучит и в наши дни. Коллектив авторов не отдавал никому никаких предпочтений. Художники постарались показать весь тракизм событий того времени. Эта картина стала доминантой выставки «Гражданская война между белым и красным». На полотне, как выразился доктор исторических наук Валерий Кузнецов, представлены и живые, и мертвые, и уже души, то есть, по сути, человек во всех своих измерениях. И глядя на «Гражданскую войну», ученый вспомнил стихотворение Марины Цветаевой «Ой, грибок ты мой, грибочек». «Все ветком лежат, не развесить межой, поглядеть солдат, кто свой, кто чужой. Белый был, красным стал, кровь обогрела. Красный был, белым стал, смерть побелила. Но вот искусство, эта картина искусства, это, конечно, специфическая форма отражения всего, в том числе реальности». Валерий Кузнецов добавил, что это была какая-то бессмысленная бойня, в которой брат пошел на брата. И если картина «Гражданская война» потрясает своим трагизмом, то представленные на выставке более 50 плакатов, фотографий и других картин позволяют более детально познакомиться с одной из самых специфических страниц отечественной истории. А на интерактивных стендах можно увидеть документы тех лет в удобном для нынешней молодежи формате. Алексей Матюнин, Иван Демидов, репортер 73. Субтитры создавал DimaTorzok «Концепции развития исторической части города». Несмотря на громкое название и заковыристые формулировки, суть документа сводится к тому, что кроме ремонта фасадов и банального благоустройства, в историческом центре ничего не будет. Краеведы возмущены. Чтобы спасти исторические кварталы, нужно гораздо больше. И там же на второй странице свершилась. Многострадальная транспортная схема, которую столько лет с переменным успехом разрабатывали для ульяновска-москвичи, после всех доработок и переделок наконец-то принято. Ее реализация начнется с 2019 года и что изменится. Гость номера – президент УЛГУ Юрий Полянсков. 30 лет назад в Ульяновске появился первый в стране филиал МГУ. Говорим о том, как это могло случиться, почему потом наш университет отказался от марки МГУ, и какие еще удивительные события сопутствовали созданию первого классического университета в Ульяновске. На пятнадцатой полосе. В сентябре 1833 года Пушкин побывал в Симбирске, где собирал материалы по истории Пугачевского бунта. Можно ли верить письмам самого Пушкина и где он бывал на самом деле? Мнение краеведа Ивана Сивопляса. В рубрике «Ваше здоровье» ответы на вопросы, почему пожилые и полные храпят громче и чаще, а также мифы о вакцинации. Внимание! Этот номер АИФ вышел с федеральным двухполосным приложением, посвященным переписи населения. И по традиции на страницах аргументов фактов программа передачи телеканала «Репортер 73». Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. ОКОМ. Гарантия 36 месяцев. Реальность сама складывает картину дня.